Хоба! Привет, доктор Влад А5! Я вообще-то не хотел больше роликов отсюда писать, потому что у меня много планов сегодня. Я ещё хочу показать вам корейский салат. Мне тут одна моя читательница написала, что вот ещё бы в афганский салат морковки. Вот, и что там, кардамон? Нет, не кардамон. Ну, в общем, я подумал, что, пожалуй, я сегодня покажу салатик, который я очень люблю. Ну, корейским салатом его не назовёшь. Кориандр. Вот, это я вспомнил. Я говорю, одновременно вспоминаю. Корейским салатом его не назовёшь, потому что там ещё какие-то приправы нужны, но очень вкусно. Мне нравится, во всяком случае. Вот, а сейчас просто ваши комментарии на мои вот эти два ролика про президента. Ну что, док, поздравляйте, нас впереди ещё как минимум 6 лет идиотизма. Ну, я надеюсь, что раньше кончится. Надежда есть. Надежда юношей питают. Ещё пишет. Вот, в этом месяце, в одном из российских городов, ярмарка вакансий. Можно по пальцам пересчитать. Среди них гранатомётчики, снайперы. Ну, в общем, да, это то, о чём я говорил, про войнушку. Немцы, это новые комментарии немцы, вот тоже когда-то радостно зиговали, голосовали, все от мала до велика. А через 10 лет не могли понять, за что их бомбят. Ну, немцы покаялись, вот в чём дело. Они даже выплачивают деньги тем, кого в своё время угнали в рабство и так далее. Правда, эти деньги не доходят. Разворовывают всё по пути. Вот. Дальше ещё. Некоторые насчёт Трампа будут утверждать, что в этом и преимущество развитого капитализма. Социальный лифт для беспородного прорваться наверх. Это вопрос. Прорваться наверх? Не знаю, я не уверен. Всё-таки верха бывают разные, и президент это совершенно другой лифт. Вот. Понимаете, одно дело ты идёшь через там, ну я не знаю, сенаторы, да, там каких-то помощников, конгрессмены и так далее. А другое дело просто от девочек, да, и в президента сразу. Чем он занимался Трамп? Девочками? Ну, такой специалист. Вот. Ещё вот интересно очень пишет женщина про нашу совковость. Вы правы, я хоть и живя здесь больше 20 лет, но она за границей живёт, насколько я понял, в Германии. Больше 20 лет полностью переосмыслила свою жизнь и её ценности. Полностью, так сказать, перепрограммировалась. А вот совковость... Нет-нет, да и вылазит. Я как раз про старые вещи и всякий хлам, который жалко выбросить. Вроде как пригодится. Ну да, помните, это на дачу, это на картошку, старые колготки, под резиновые сапоги, да, и всякий хлам, который жалко выбросить. Это я уже от себя добавил про колготки. Я их не ношу, нет. Вроде как пригодится. Спасибо дочке, иногда приходят специально на инвентаризацию, в кавычках. Тогда всё летит в контейнер, а я на грани инфаркта. Почти. Ну вот, да, да. Совершенно верно, Виктория, да. Тут вот пишет Владимир. А если некого больше выбрать, что людей-то обвинять, не так ли? Ну, некого выбрать. Что я могу сказать? А протестовать не думали? Я не призываю. Я просто варианты предлагаю. Я вчера читал, не помню где, даже не на эхе, что в Сибири, ну, в Большой Сибири, там половина школ нет тёплых туалетов в домах. Или так сойдёт, да? Не в домах, в школах, в школах. Ну, в домах, в смысле, в зданиях. Вот. И что и так сойдёт, да? Ученики, девочки, бегают по морозу в туалет куда-то в драной. Просто задумайтесь над этим. Людей обвинять. Ну, вам так нравится жить. Живите. Вот. Вообще, я такие комментарии не люблю. Я, пожалуй, его удалю. Вот как раз. Да, вот, Владимир. Некого больше выбрать. Что людей-то обвинять не так. Или вот его комментарии, да? Я его удалять не буду. Потому что я не вижу здесь ни тролля. Я не вижу здесь упора этого путиниста. Вот я вижу человека, который пытается что-то понять. Ну, так я вот вам отвечаю, Владимир, да? Смотрите мои ролики. Вот. А комментарии я удаляю по одной простой причине. Вам это нужно здесь вот объяснять как-то, понимаете? Это разгорится спор, а у меня на него времени нет. Так что вас я удалять не буду, а комментарии удалю. Потому что не ответить я не могу. А отвечать это значит посыплется всё. До свидания. Упс. Ну и всё. А всё, наверное, да. Ну, тут много ещё комментариев. Грустная правда. Но я на них уже отвечал. Посмотрите на умудрённое лицо Захаровой. Вот пишет. Владимир, а почему только президент? Посмотрите на умудрённое в кавычках лицо Захаровой. И вот я написал уже, уже написал. Уберите его. И все разбегутся по заграницам. Посмотрите, Захарову в Нью-Йорке, по-моему, она ездила туда. Она замуж там выходила, кстати, у врага. В тылу у врага Захарова замуж выходила. Вот. Она там такая счастливая в Нью-Йорке. Ну, в общем, как-то так. Много всего. Много всего. Ну, хватит, наверное, достаточно. Я уже свою мысль высказал. И уже и с вами поговорил. Немножко. Ну, вот теперь ждём морковку. Но это попозже будет. Пока-пока. С вами доктор Влад. Вот.